Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели Института культуры. Сектор литературы по дизайну подготовил новую книжно-иллюстративную выставку «Говорящие с Богом», посвященную образам музыкантов в мировом искусстве. Она приурочена к Международному дню музыки, который ежегодно отмечается 1 октября. На выставке представлены книги и иллюстрированные издания, включающие репродукции картин художников разных эпох, объединенные одной музыкальной темой. Альбом Государственного Эрмитажа, представленный на выставке, знакомит с картинами мастеров XVI века «Музыкантши» и «Лютнист» Караваджо. В них образы играющих музыкантов символически воплощают гармонию и любовь, которую рождает музыка. В зарубежном искусстве XVII века часто встречались темы концертов или дуэтов. В альбоме, посвященном голландской живописи, представлены картины художника Тербрюгена с образами музыкантов, играющих на людне, флейте, волынке. В картине голландского художника Яна Вермеера тема музыкантов была связана в основном с любовными аллегориями. На выставке также представлены альбомы и с произведениями российских художников XX-XVII веков, которые обращались к теме музыки. Например, Татьяна Назаренко, Дмитрий Жилинский. У Дмитрия Жилинского появились выразительные образы пианиста Святослава Рихтера и юноши-альтиста. Здесь музыканты воплощают вечное творческое начало. Мощные по своей экспрессии, лаконичные, ёмкие образы Баха, Листа, Моцарта, Скрябина и Шостаковича даёт в чёрно-белой графике художник Константин Васильев, книгу о котором также можно посмотреть на выставке. Лиричные и изысканные музыкантши в акварелях Ольги Трофимовой. Выставка включает два альбома, которые позволят читателям познакомиться с творчеством известной тюменской художницы. Мы ждём наших студентов и преподавателей на новую выставку, и пусть каждый из вас услышит свою музыку.